Защищая страну казачью гордость, я внимательно наблюдал за процессом вторжения России и Путина в Украину. Украинская армия и народ, в подавляющем большинстве ущемленной в плане национальной мощи и вооруженных сил, смело противостоят российской армии. И я был впечатлен тем, как он был. В частности, украинская армия, которая продолжает сопротивляться российской армии при президенте Зеленском, стоит на металлургическом заводе Азовтори в Мариуполе, который продолжает отчаянно сопротивляться вода, еда и продукты. Эвакуация под землю вместе с бойцами батальона, Азов, которые продолжают сопротивление без боеприпасов и медикаментов, я испытываю глубокое сочувствие и уважение к женщинам, детям и гражданам. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерлиш отправился в Москву и призвал к личной встрече с президентом Путиным. Путин вообще не отреагировал на прекращение огня. А отреагировал на эвакуацию граждан в подвал Азовтарского металлургического завода с другой стороны. Организация Объединенных Наций и Международный Красный Крест разрешили оказание гуманитарной помощи. По возвращении в Украину генеральный секретарь ООН Антонио Гутерлиш немедленно связался с Международным Красным Крестом и Красным Крестом. Организовали автомобили для перевозки беженцев. Договорились с Российской Армией и начали спасать женщин, детей и граждан в подвале. Мы спасли около 120 человек из первой группы и передали их украинской стороне. Однако Российская Армия не хочет выпускать граждан, стоящих под землей вместе с бойцами батальона Азов, которые продолжают сопротивление. Их миссия – взять под контроль металлургический завод Азов-Тари, полностью занять Мариуполь. А затем парад победы прошел на главной улице Мариуполя 9 мая, в годовщину победы над фашистами. Мы хотели бы придать импульс подавлению вооруженных сил в восточной и южной частях Украины и присоединению к России. Для Российской Армии атакующий стали литейный завод. Батальон Азов продолжает стоять и сопротивляться до конца граждане, которые стоят под землей с солдатами, могут быть подобны шипам, воткнутым в пальцы. Я горжусь как потомок казаков с солдатами батальона Азов и гражданами, которые стоят под землей. Я хочу увидеть это. Раньше японцы гордились собой как самураи. 9 мая 2022 года исследовательская организация АНЮ, президент, профессор Куба. Защищая страну казачью гордость, я внимательно наблюдал за процессом вторжения России и Путина в Украину. Украинская армия и народ, в подавляющем большинстве ущемленной в плане национальной мощи и вооруженных сил, смело противостоят российской армии. Я был впечатлен тем, как он был. В частности, украинская армия, которая продолжает сопротивляться российской армии при президенте Зеленском, стоит на металлургическом заводе Азовтори в Мариуполе, который продолжает отчаянно сопротивляться вода, еда и продукты. Эвакуация под землю вместе с бойцами батальона, Азов, которые продолжают сопротивление без боеприпасов и медикаментов, я испытываю глубокое сочувствие и уважение к женщинам, детям и гражданам. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отправился в Москву и призвал к личной встрече с президентом Путиным. Путин вообще не отреагировал на прекращение огня. А отреагировал на эвакуацию граждан в подвал Азовторского металлургического завода с другой стороны. Организация Объединенных Наций и Международный Красный Крест разрешили оказание гуманитарной помощи. По возвращении в Украину генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш немедленно связался с Международным Красным Крестом и Красным Крестом. Организовали автомобили для перевозки беженцев. Договорились с Российской Армией и начали спасать женщин, детей и граждан в подвале. Мы спасли около 120 человек из первой группы и передали их украинской стороне. Однако Российская Армия не хочет выпускать граждан, стоящих под землей вместе с бойцами батальона Азов, которые продолжают сопротивление. Их миссия – взять под контроль металлургический завод Азовтори, полностью занять Мариуполь. А затем парад победы прошел на главной улице Мариуполя 9 мая, в годовщину победы над фашистами. Мы хотели бы придать импульс подавлению вооруженных сил в восточной и южной частях Украины и присоединению к России. Для Российской Армии атакующий стали литейный завод. Батальон Азов продолжает стоять и сопротивляться до конца граждане, которые стоят под землей с солдатами, могут быть подобны шипам, воткнутым в пальцы. Я горжусь как потомок казаков с солдатами батальона Азов и гражданами, которые стоят под землей. Я хочу увидеть это. Раньше японцы гордились собой как самураи. 9 мая 2022 года исследовательская организация INU, президент профессор Куба.